Обязательно посмотрите ролик с Димой на канале Алексея Столярова. Ссылка в описании. Что-то через жопу всё идёт. Ёб-б-б! Я не ожидал, что здесь настолько масштабно, если честно. Здесь колючая проволока на пустых местах. Она не под током? Гербы Министерства обороны. Мы сейчас не нарвёмся на какой-то мере? Хер пойми где, под Мурманском плывём на лодке в пещерах каких-то непонятных. Так, задача на следующие сутки у нас следующая. Мурманск. Гигантский, девятиэтажный, подземный бункер. Мы сейчас полезем в гигантский заброшенный бункер. Как вы думаете, всё нормально будет? Надеюсь, да. Слово «надеюсь» как-то не водушевляет совершенно. В-третьих, это легенда, городская легенда, которую мы должны либо подтвердить, либо опровергнуть. По сети гуляет вот эта фотография. Легенда гласит, что в этом гигантском заброшенном бункере, где-то в глубине, есть целый гараж с военной техникой, заброшенными автомобилями и так далее. И вот эта фотография – это одно из подтверждений, потому что это, в принципе, военный ЗИЛ. И мы, вот представь просто, где-то глубоко под землёй, мы найдём целую кучу автомобилей, техники и так далее. Офигеть. Понимаешь вообще? Охренеть, вот это пушка. Я посмотрел в интернете, нашёл координаты какого-то предположительного бункера, самого большого, который есть в Мурманске. Он находится недалеко от города, там стоит какое-то сооружение. Я думаю, это специальное фальш-здание, чтобы скрыть строительство бункера. У нас есть только эта информация, поэтому мы едем в абсолютную неизвестность. Как обычно. В принципе, как всегда, ребят. Ребят, мы опоздали буквально на три минуты. Получилось, получилось. Это очень круто, на самом деле, масляно. В общем, сейчас благодаря только Лёхе Столярову мы смогли как-то поменять билеты с небольшой доплаты. Это у вас, конечно. Спасибо большое. Это так красиво. Спасибо большое. Ну и вот. Фух, я же забыл о чем говорили. Забыл, что снимали. А, да, точно. Значит, но вылетим на 10 часов позже. Это минус 10 часов к нашей спецоперации. Это очень и очень плохо. Фух, ну хотя бы так. А вообще мы лезем в огромный заброшенный бункер рядом с Мурманском. И вот все хорошо будет? Даже лучше. Договорились. Парни, у меня к вам только один вопрос. У вас нет легкого дежавю? Имеется. Вообще там вот антенна, я так понимаю, нам в ту сторону надо сейчас. То, что по координатам сюда. Сейчас обелиск вот стоит. Слушай, ну точка приближается к нам. Вот город. Вот дорога. Блин, вообще туда линии электропередачи уйдут. Меня еще напрягает то, что здесь колючая проволока на пустых местах. Мы сейчас собираемся и идем на первую разведку. Смотрим, все ли там ок. И потом уже, наверное, забираем лодку. Все необходимое оборудование. Проверка такая. Привет, микрофонов. А ты добрый? Добрый. А чья ты? Знаешь чего? Она с ошейником. Так, ладно, давайте на сапоги еще переодеваться и будем идти. Да. Он же не может никого позвать. Мне кажется, он кого-то зовет больше. Он только смотрит туда, да? Туда смотрит, да? Ну вон, хоть и вансафаги, да, наверное. Он как будто говорит, что пацаны, не надо это делать. Хочу переодеть. Да, отъебись. Фу, фу. Мы можем пройти чуть дальше, из коптера подняться, посмотреть. Да? Значит, просто может и я забыли здесь вообще? Она обиделась. Да, и поэтому она так целенаправленно там смотрит. Так, ну что? Мне кажется, лайк поставить надо. Смотрите, это называется бронебойная оборона. Смотри. Здесь, кстати, проволока. Раз собака туда убежала, значит жизнь там точно есть. Что за знак? Движение запрещено. Слушай, они расстреляны. Серьезно? Ну да. Это дробь? Да. Не пейнтбольная. Не пейнтбольная. Это точно дробь. Серьезно. Еще одна. Ой. Ребят, 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 ребят. Там какая-то штука. Чувак там прям оборотом. И что в таких случаях делают обычно? Я не знаю. Да. Гербы Министерства обороны. А что пойдем? Хочешь поврежешь? Может коптер под ней посмотрим? Давай. Блин, пацаны. Старушка. Там прям серьезно, да. Вон там еще один домик, да. Ооооооо. Это что такое? Забор, да, вот он. Да. Забор вокруг идет. Слушай, ну я что могу одно сказать. Если б там кто-то был, за нами мы бы точно выдвинулись. Ну бля. А мы можем как-либо пойти в гору. Вот так, через лес. И там я вижу, что есть дырки в заборе. Эта электростанция для этой. Для него? Да, для бункера. Почему ты так решил? Потому что вот от нее колея идет. И эта колея ведет прямиком до входа в бункер. Вот она, да? Ага. Мы, в принципе, можем... По ней пойти? Пройтись, да, в нее переться и по ней пойти. Бля, чувак, у меня сейчас флэшбэк из перевала. Было, в принципе, то же самое, но только снега до хера. Просто не лес, а бонсар какой-то. Так. Это что такое? Смотри, слушай, какие-то военные укрепления. Ну да, окопы какие-то старые. А рядом с Мурманском бои велись какие-то? Сто пудово, конечно. Мы сейчас не нарвемся на какую-нибудь мину. Так, ребята, вышли на какую-то полянку, на красивую. И отсюда виден наш объект, который стоит вдалеке. Ну и нереальный вид, конечно. Ребята, мы ради вас приехали в Арктику. Мы ради вас приехали в Арктику, чтобы подснять для вас что-то интересное. Мне кажется, это достойно вашего лайка прямо сейчас. Мне сходить продолжение рубрики. 500 тысяч лайков. И мы будем ее дальше снимать. И, может, снимем в ближайшее время тройных сталкеров. То есть три локации в трех разных уголках мира. Мы нашли какой-то забор. Забором сложно назвать? Она не потоком? Не-не, сейчас не знаю. Прикинь, короче, проволокой и потоком. Это же жесть. Все, мы просто гуляли. Какой-то старый забор. Мы мимо него проходим и все. Пацаны, это 100% бункер, потому что, видите, как сложено здание. Ну, из панелек. Это ровно так же когда-то выглядело здание, которое скрывало минский бункер. Так же, как рядом с Алсу. Они там сделали целую огромную шахту по добыче известняка. Это фальшокна, чтобы шпионы и так далее думали, что это обычно жилое здание. Ну что, ребята, мы заходим в огромный военный бункер. В первое здание, которое мы здесь видим. Так, сейчас мы... Я думаю, что здесь что-то вроде трансформаторов было. Как раз может линия передач нашла. Ну да. Да, этот трансформаторы старые. Я Вау! Какая огромная херобарина. Охренеть! И просто она досками, да, заколочена, кого-то тут что-то происходит. Да-да, как бы будет, что здесь происходит, но, по-стоящему, ничего нет. Вау! Смотри, смотри, там спуск вниз прям идет. Что здесь что-то прям супер масштабное происходит, да? С той опасной зоны объект незавершенного строительства. Вроде, смотри, похоже на эти такие же втулки, как в Минске, смотри. Да, такие же втулки, как в Минске. Вниз уходящие. Еще какие. Это, это разнос. Такого не было очень большого? Не, ну представь, насколько это секретная херня, что она вот так вот выглядит. Слушай, ну масштаб какой-то бешеный просто. Насколько большой, непонятно. Что там? Что там? Сударь, иди сюда. Можно? Сударь, иди сюда. Я дна не вижу чувака. Какой-то высота интересная. Готов? Да. я думаю тут этажей 10 мне очень плохо чувствуешь это проблема в том что в этот бункер получается есть вход но он скорее всего как и алсу сделан так что у них есть шахта и они сбоку сверлили проход что-то заходить вот он вот он для чего киеве это желтку вот 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 наш объект вот он вниз уходит стол а вот здесь заезд для техники чтобы выработку забрать давайте сейчас пройдусь посмотрю что там ну вот вернусь и пойдем поймем туда мы пришли так ребята мы подходим мы подходим ты чё бежишь что случилось идите сюда я хочу видеть ваши лица поворачивайся чувак это чё за фильм трансформеры начинается ну чё я приглашаю вас в затерянный мир походу братан это просто но я просто я не ожидал что здесь настолько масштабно если честно поэтому эмоции через край клещет что-то там сразу начинается мясо сударь пойдем не глубоко они говорили как дима вроде норм глубоко но если только вот по самому краю идти ребят мне кажется надо поставить этому ролику просто хилиард лайков вот за то что вы все сделаем он уже далеко почти прошел вроде успех давай ты за мной идешь сразу братан ты просто я до сих пор успокоиться не могу сколько проделал работу это чё гора начинается и про стопей я пока это вот все возможно человеку сделать самое обидно что то движет просто где то глубоко под землей мы найдем целую кучу автомобили техники и тогда Ребят, тут дальше бункер, опять металл. Че, стоп, идем? Это невозможно, чтобы люди такое делали. Я думаю, это как раз вентиляционная шахта, которая наверху. Слушай, мне нравится, что здесь вообще ничего не расписано. Я думаю, про этот объект просто очень мало народу знает. Строили комнату уже, видишь? Гермодверь, смотри. Гермодверь, да? Да, сохранилась. Это кабинет, наверное, чей-то был, да? Так, вы помните фотографию и ищите что-то похожее. Слушай, там лед. А, слушай, реально лед. У тебя тут тоже? Лед тоже, да? Да. Чуваки, тут настолько глубоко, тут вечная мерзлота. Посмотри, тут лед. Офигеть. Чуваки, у кого нет клаустрофобия? Тихо, тихо. Идем. Меня знаешь, что напрягает? То, что мы вот идем сейчас по льду. И мы не понимаем ничего снизу. Это понятное дело, но тут вечная мерзлота, а на фотографии там льда нет и глубоко. У меня вопрос. Это, конечно, понятно, что я сейчас нагоняю сильно, но кто мне ответит, зачем в подобном месте клетки? Клетки. 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 Что там? Ничего. Получен тупик. Стоп, а где тачки? Тупик просто. Все. Все, больше ничего нет. Фейк получается, что тачек нет? Такое может быть. Ну, фотка-то есть. Фотка есть. А че? Это что это было? Ты зашел пизг этот? Тихо, тихо, тихо. А, это я, это я, это я. Чуваки. Уберите. Чуваки, я уже сам обоссался, думал, че такое? И че делать? Что все это сгибает? Что-то через жопу все идет. Что делать теперь? я ищу что делать еще один бункер не знаю но откуда эти фотки просочились вот хочу понять откуда приезжаешь куин срогатан и в итоге там ни хренулечки нет за тысяч километров до 1000 километров в артику прилетел хочу какие здесь то чего вы обычно в этот момент делать я просто говорю я ищу сейчас а вот тут пишут что в центре мурманска есть заброшенный бункер в центре мурманска полностью затопленной водой по сути это где-то должно быть действием какие-то разрисованные ворот должны быть еще где-то здесь вот вот видишь вот это вот разрисованная херню я хренили с вами закрыт чок меня удивляет что в центре мурманска это херня стоит огромный свои лаз-то лаз-то и тут проход вниз достаточно большой пацаны лезем тут очень большой проход дурак или посмотри куда мы лезем как это в центре мурманска это крайне странный исчез пацаны вода тут вода ребят вы красивее что-нибудь видели загадочнее я еще раз повторюсь еще до того что мы сейчас находимся в центре города и тут хренак это же огромные какой-то просто пещеры просто гигантские пещеры в центре города просто жесть я не верю что мы это делаем ну что ребят мы отплыли буквально несколько метров от входа поцвети то будем продвигаться вглубь горы какая жесть чуваке вообще отдаюсь отчет что мы делаем не серьезно и тут смотри тут подсветило вниз а то достаточно глубоко вот что это внизу смотри какая железяка на светилях вот сюда воду пацаны что это что это стоп это гаражи реально вон дверцы реально это гаражи это те гаражи которые мы на фотке видели ну что ребят момент истины прямо сейчас мы подплыли к тем самым гаражам которые мы искали и сейчас бою что находится там внутри 4 что там что тачка тема пока тачка техника вот представь просто где-то глубоко под землей со времен формировая да где-то мы найдем целую кучу автомобилей техники и так далее черт первом сударь вишу сударь виш . 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 быть еще значит гаражи так я предлагаю создавайте гаражи с той стороны плывем и посмотрим то что обещание скобок состоял может там что то есть пацаны этот по моему не пустой посмотри нам будет торчит не там что-то ею трава вольт торчит что-то есть здесь прям очень маленький проход узкий ну что уважаемые зрители мне кажется что вы обязаны подписаться на этот канал там где вы еще такое увидите мы на лодке мы на лодке хер пойми где под мурманском плывем на лодке в пещерах какие-то непонятные чуваки там точно что то есть пацаны это какие-то бревна это не рама это бревна это не рама нет планет а это зил это оно чего перед нами труба охренеть да мы его нашли это он с фотки чувак реально он да это вот этот зил ну что по сути мы разрушили легенды получается так здесь нет никакой техники кроме одного прогнивших зил слушай это знаешь это кому расскажешь не поверит но у нас есть доказательства где тут это в центре города под землей на лодке плавал тачку нашел в общем это была невероятно сложная экспедиция мы прилетели в столицу арктики приехали на локацию и обнаружили там охрану мы через горы через растения пробирались к нужному нам зданию потом искали туда проход зашли в гигантский бункер и потерпели сокрушительная фиаско потом отчаялись неожиданно обнаружили новую информацию прямо в центре города на лодке по подводным пещерам обнаружили то самое место который мы искали по этой драной фотки мне кажется подписчик все таки не это не может быть такое поставьте этому выпуску лайк если вы хотите продолжение stalker обязательно поддерживайте наш канал подпишитесь на него потому что ну вы нигде больше такое не увидите в общем где масленников дальше будет еще интереснее обязательно посмотрите ролик с димой на канале алексея столярова ссылка в описании